А вместе с тем Череватый прокомментировал последние слухи, заявления о якобы полном освобождении Клещиевки, которые уже появились в сети, уже это обсуждают. Значит, по его словам, в районе Клещиевки на Бахмутском направлении все еще продолжаются тяжелые бои. Я вам приведу цитату Череватого. В районе Клещиевки идут мощные бои, деталей мы пока не можем раскрывать. Но, судя по тому, как во вражеских пабликах идет нагнетание паники, думаю, что для оккупантов будет очень символичным название Клещиевка. А все детали сообщим со временем. И тут нужно добавить, что вот эти российские так называемые военкоры действительно уже начали рассказывать россиянам, что на самом-то деле удержание Клещиевки для них якобы не столь важно. А потому можно и отступить, как бы. Мол, намного более важны высоты вокруг этого населенного пункта. И, мол, все, Клещиевку можно выйти оттуда, вот высоты мы точно будем удерживать. То есть уже какая-то, значит, такая подготовка российского военкора происходит. И тут уже аналитики Института изучения войны заметили важную деталь относительно вот этой разношерстности этих оккупационных войск на этом направлении. Ну, о котором говорил вот Чиреватый. Дело в том, что в районе Клещиевки сейчас находятся российские подразделения 72-й мотострелковой бригады и те самые отряды Шторм-Зет. При этом аналитики напоминают, что именно вот этих оккупантов 72-й бригады не так давно террорист Пригожин обвинял в том, что они бежали, позорно бежали с позиций на флангах Бахмута. В то же время ВСУ за прошедшие сутки нанесли серию ракетных ударов по тыловым позициям россиян вдоль всей линии фронта. В частности, я напомню так, если коротко, немножко раньше сообщалось о взрывах на складах боеприпасов в Макеевке Донецкой области. А сегодня уже стало известно, что там они хранили арт-снаряды и ракеты. А также прилетело оккупантам и в районе Дебальцево, плюс на железнодорожной станции в Есиноватой, плюс еще по зданию российской оккупационной администрации в Волновахе. Это все Донецкая область. На юге в последние два дня прилетает оккупантам по их позициям возле Якимовки, это рядом с Мелитополем Запорожской области. Прилетало также вблизи Скадовско-Херсонской области. И вот из всего этого в Институте изучения войны добавляют, что ВСУ явно не наносят какие-то одиночные удары. Это явно началась такая скоординированная операция ударов по тылам врага и по его логистике. Приведу цитату Института изучения войны. Кадры и заявления об этих украинских ударах свидетельствуют о том, что украинские силы приступили к скоординированной серии ударов, направленных на ухудшение качества российского материально-технического обеспечения и наземных линий связи на всем театре боевых действий. Начальник штаба обороны Соединенного Королевства адмирал сэр Энтони Дэвид Радакин 4 июля заявлял, что украинские силы проводят операцию, чтобы сломать российские оборонные линии. Широкомасштабная серия ударов, нацеленная на российские линии связи и материально-техническое обеспечение, была бы уместным элементом такой стратегии и частично напоминает кампанию блокирования, которую украинские силы провели в рамках Херсонского контрнаступления. Ранее Институт изучения войны оценивал, что украинские силы, похоже, сосредотачиваются на создании асимметричного градиента истощения, сохраняющего украинских бойцов ценой более медленных темпов территориальных достижений, одновременно постепенно истощая российскую живую силу и технику. То есть это, вот то, что я процитировал, это, по сути, еще и ответ тем, кто до сих пор задается вопросом, а почему это контрнаступление продвигается медленнее, чем мне хотелось бы? Все продумано. И вместо того, чтобы жертвовать идти вот эти лобовые атаки, как это делали вагнеровцы, ВСУ планомерно уничтожают тылы, логистику, зачищают, а потом продвигаются ближе к линиям обороны оккупантов. Вот, чтобы не было возможности у оккупанта подвозить что-то, какое-то подкрепление, плюс выкашиваются резервы, плюс, мы сейчас к этому перейдем, но на что точно нужно вот сейчас обратить внимание, это на то, что ВСУ очень планомерно и результативно уничтожают артиллерию. Вот они уничтожают артиллерию и реактивные системы залпового огня. Вот сейчас это выкашивается очень эффективно. Вот, но по поводу того, что там продвижение медленнее, чем кому-то хотелось бы, президент Зеленский заявил о том, что он просил партнеров, ну как бы активизироваться с поставками оружия, для того, чтобы начать контрнаступление раньше. Но, так как они медлили, нам пришлось начать его позже. Ну и, например, вот сегодня в Британии сообщили, казалось бы, хорошую новость. Говорят, начнут обучение 20 украинских пилотов на современных западных истребителях, но только в августе. В то же время ВСУ продолжают наступление и в течение последних суток украинские воины выполнили 1293 огневых задачи только на таврическом направлении. Как заявили в командовании, уничтожили и ранили почти три роты россиян. ВСУ продолжают нанесить удары в западной части Запорожской области. И ВСУ сохраняют позиции на левобережье Херсонской области. Причем об этом уже вот открыто, официально говорят. Спикер оперативного командования ЮГ Наталья Гуменюк заявила, что российские силы ведут разведку существующих украинских позиций на левом берегу Днепра, но ВСУ активно эти ДРГ уничтожают и сохраняют позиции. В общем, ситуацию на юге можно охарактеризовать, наверное, сообщением от движения АТЭШ. В партизанском движении в Крыму сообщают, что российские оккупанты сейчас очень сильно боятся ударов ВСУ ракетами Storm Shadow по Крымскому мосту. Поэтому начали там устанавливать эти угловые отражатели, такие как бы ловушки для ракет. Кстати, не сработало это ни разу, когда они на Антоновском мосту тоже вешали эти угловые отражатели, но Хаймерс все равно пробивал, где ему нужно. Но в то же время в АТЭШ предупреждают, что вот эта подготовка Крымского моста этими отражателями может свидетельствовать еще и о подготовке оккупантов к теракту на Запорожской АЭС, потому что россияне понимают и боятся того, что в случае такого теракта ВСУ точно ответит. И ответные удары, скорее всего, пойдут по Крымскому мосту.